Детский врач Прежде всего, скенер-технология применяется в любом возрасте, начиная с периода новорожденности и практически не имеет противопоказаний. Прежде всего, мне хотелось бы сказать о здоровых детях, которые бегают, прыгают, дерутся иногда, в результате этого получают ушибы, синяки, иногда травмы. Так вот, при небольших повреждениях помочь ребёнку может даже любой человек, у которого в руках находится аппарат скинов. Это могут быть и родители, и бабушки, и дедушки, друзья, знакомые. Когда же повреждения более выраженные, конечно, нужно прибегнуть к помощи специалиста, совместно с которым, и обеспечить более эффективное лечение. Простудные заболевания Рассмотрим самые частые заболевания у детей. Это простудные заболевания. Насморк, кашель, боль в горле при глотании. Всё это быстрее можно ликвидировать, используя скенер-технологию. Причём, если заболевание распространяется и на нижние дыхательные пути, то специальные методики воздействия позволяют быстрее ликвидировать патологические признаки и при этих уже более серьёзных заболеваниях. На протяжении многих лет скенер доказывает свою эффективность при лечении заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта, как у детей, так и у взрослых. В частности, и в наших исследованиях было доказано, что скорость восстановления слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки при эрозивно-язвенных процессах в этой области значительно возрастает, позволяя добиться полной эпителизации и быстрого заживления язв в гораздо более короткие сроки, чем при обычной терапии. Отдельно следует сказать об эффективности скенер-терапии при лечении детей с нарушениями зрительных функций, особенно с близорукостью, что в настоящее время встречается всё чаще и чаще. Наша совместная работа с офтальмологами кафедры глазных болезней Ростовского медицинского университета убедительно доказала, что при использовании скеннера улучшаются и острота зрения, и показатели рефракции, и аккомодации, нормализуются нейрофизиологические показатели. Всё это позволяет предотвратить ухудшение зрительных функций у детей различного возраста. Более того, я хочу сказать, что данный метод может применяться для предупреждения развития патологических состояний, для профилактики развития близорукости. Я хочу сказать, что я, как врач, занимающийся научными исследованиями, в том числе в области изучения эффективности скенер-терапии, используя прибор профессионального назначения, то другие врачи, родители часто используют приборы для домашнего пользования. И хочу отметить, что они обладают не меньшей эффективностью в лечении самых различных патологических состояний. Продолжение следует...